Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать щенка-лабрадора. Меня зовут Анна Амельяненко, питомник from Labraland, город Одесса. Я занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Итак, первая часть. Выбор щенка всегда нелегкая задача, ведь мы выбираем себе друга на 10-15 лет, а это, согласитесь, немаловажно. Ведь собака не автомобиль, не понравилось – нельзя продать. Мы ответственные хозяева, не так ли? И решение о выборе щенка нужно принимать со всей тщательностью, взвесив все «за» и «против», учтя все нюансы и возможные проблемы. В различных кинологических изданиях и в сети интернет существует масса статей и рекомендаций по выбору щенка любой породы. В большинстве случаев они достаточно полно раскрывают схему будущей покупки. Приблизительно она выглядит таким образом. Первое. Взвешенное решение всей семьи о приобретении собаки за благовременное распределение обязанностей по уходу за ней. Второе. Определение целей, для которых покупается собака – шоу, разведение, работа, спорт или же просто домашний любимец. Третье. Изучение состояния породы на данный момент в стране и зарубежье. Анализ родословных и выставочных рабочих или спортивных побед ведущих производителей. Анализ предложений на рынке, консультации с кинологами-породниками. Четвертое. Ответственный подход к выбору заводчика. Пятое. Собственно, сама покупка щенка. Конечно, вышеприведенная схема является идеальной. Очень часто люди покупают себе собаку по наитию. Нравится порода, всегда мечтали о такой. Популярная порода, хочу быть в струе моды. Нравится собака соседа, хочу такую же. Дети замучили, пусть теперь займутся собакой. И так далее, и тому подобное. Кто-то просто прогуливался по птичьему рынку, понравился щенок – купил. У кого-то у родственников родился помед, настойчиво предлагают оттуда щенка. А почему бы и нет? Вариантов бесконечное множество. В этом ролике мы рассмотрим первый этап правильного выбора щенка. Это взвешенное решение всей семьи о приобретении собаки за благовременное распределение обязанностей по уходу за ней. В любом случае, принимая решение о том, чтобы завести у себя дома лабрадора, необходимо учесть ряд важных деталей. О чем необходимо помнить? Ваш лабрадор может дожить до 10 или более лет, и забота о его прогулках, здоровье, питании, обучении и вообще счастливой жизни ляжет на вас и только на вас. От собаки нельзя отмахнуться и не пойти гулять, если у вас болит голова, нет настроения, работы по горло или температура под 40. Не отвертеться от этого, если на улице дождь или ураган, жуткое пекло или лютый мороз. И не стоит надеяться на детей или других родственников. Ваша собака – это ваша ответственность. Всегда помните об этом. Если вы соберетесь поехать в отпуск, вам необходимо позаботиться, куда пристроить вашу собаку. В противном случае придется взять ее с собой. Кстати, если вы решили заночевать вне дома или провести всю ночь в ночном клубе, то, к сожалению, нам придется вас огорчить. Теперь вы не свободный человек. У вас есть обязательства. Иначе вам придется отказаться от приобретения четвероногого друга. Если у вас дома свеженький евроремонт, что ж, есть, конечно, вариант его спасения – оставлять щенка в ваше отсутствие в клетке или манеже. Но боимся, что некоторых потерь не удастся избежать. Да и держать собаку в клетке весь день, пока все на работе, неправильно. Максимум вы можете ее там оставлять на пару часов, предварительно правильно приучив щенка к пребыванию в ней. Вы проводите на работе весь день, встаете с петухами, а возвращаетесь домой поздно ночью? Не думаем, что приобретение лабрадора – это хорошее решение. Ведь ему очень необходимо ваше общество, а оставлять собаку запертой в четырех стенах на 12 часов – это просто негуманно. Или же придется брать ее с собой на работу. Вы еще не передумали заводить лабрадора? Если нет, то тогда следует подумать о поле будущей собаки, о чем мы и расскажем в следующем нашем ролике. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Подписывайтесь на наш канал.